Вопросы от наших читателей. Смотрите, мы недавно публиковали материал о том, что европейские страны нуждаются в наших украинских заработчанах и даже готовы выслать чартеры за ними. Как вы считаете, как Украина должна поступить в этой ситуации? Ну, я считаю, что Украина не должна держать наручниками украинцев. Если действительно в мире есть спрос на украинскую рабочую силу и ее там не обижают, условно говоря, ей платят, люди должны иметь возможность туда выехать и зарабатывать деньги. Сейчас зарабатывают деньги три категории украинцев. Первое – это моряки, которые работают по контрактам. И у моряков сейчас проблемы, потому что морской транспорт или встал, или очень сильно ограничил свое перемещение. Круизный транспорт вообще встал, просто мертво. Поэтому у моряков сейчас поступлений не шибко-то много, к сожалению, будет. Айтишники. Айтишники – хорошая, высокооплачиваемая работа. Большинство из них живут и работают в Украине. Но у них тоже немножко сейчас сократится поступление. И третья категория – это наши заработчане, которые в основном работают на Западной Украине. Польша, Италия, Португалия и так далее. Традиционная Европа. С этими людьми сейчас некая проблема, потому что, в первую очередь, карантинные меры в Европе. То есть это проблема внутриевропейская. Меньше рабочих мест. Но кризис рано или поздно пройдет. И то, что я сейчас вижу, все равно есть много видов работы, на которые они будут нанимать украинцев. И я думаю, что… Ну, слишком быстро это не произойдет. Но думаю, что к осени в Европе опять появится достаточно высокий спрос на украинцев. Может быть, чуть раньше. Я надеюсь, что чуть раньше. Но основной спрос, я думаю, все-таки к осени только будет появляться. Поэтому сейчас украинским заработчанам, которые вернулись из Европы, я рекомендую не шиковать, не экономить деньги, чтобы попытаться хотя бы до осени. Потому что есть еще и плохой сценарий. Если опять какой-то карантин усилится, то опять Европа будет закрыта аж, может быть, до лета следующего года. Либо будет привлекать, ну, это будет единичный случай, там, тысячу человек. Пять тысяч человек. Ну, это не будет миллион или два. Ну, и понятно, что на какие виды работы. В основном, эти работы будут связаны в секторе продукты питания и агросектор. Дорожные работы и инфраструктурные проекты. И сейчас в дорожные и строительные работы будут вливаться огромные деньги, триллионные деньги и в США, и в Европе. Инфраструктура требует там тоже обновления, они будут за счет этого поднимать национальную экономику. Ну, кстати, в Украине тоже будут расширяться инфраструктурные проекты и спрос на строительные специальности в Украине будет расти. Ну, я думаю, что ближе тоже к или август-сентябрь или чуть-чуть позже. Ну, сейчас вот одна из мер поддержки национальной экономики в Украине – это в том числе инфраструктурные проекты. Продолжение следует...